Всем привет, друзья! С вами Ева, это я, и мы с вами сейчас... Что будем проходить? Как думаете? По обложке, наверное, не догадались. Конечно же, это DLC, оставшееся позади для игры. Низкий, по-моему, да, нужно поставить, чтобы автоприцел был. А DLC, оставшееся позади, то есть Left Behind, как вы знаете, называется оно на заморском языке, не русском совершенно. Там про Элли вроде как рассказывается, все DLC мы будем играть исключительно за Элли. В тот период времени, когда она ухаживала за Джоэлом, я просто точно знаю, какие периоды времени будут, и тот период времени, когда она еще не познакомилась с Джоэлом, когда она была еще совсем маленькая и жила одна. У нее там, если не ошибаюсь, подружка какая-то, негритянка есть, ну потому что на обложке она нарисована. Сюжет дополнения. Что? Сложно сказать. Цикады? Пригнись. Да, я помню этот момент. Это что за уроды? Да, Джоэла, помните, очень сильно, очень-очень сильно ровно, это вот здесь. Это было жестко, это было адски просто. Другие врезали тогда очень сильно. Клади руку на плечо. Давай. Блин, как круто вернуться в игру, спустя столько времени. Я прям хочу перебрать ее даже еще разок, что-то мне прям, я сейчас эту музыку услышала, увидела эту игру, и все, хочу поиграть. Ну мы с вами помним, что Джоэл все-таки поправится, слава богу. Вставай, вставай. Скажи, что делать. Давай. Ну вставай ты. Джоэл. Джоэл. Ну, он потерял сознание, и Элли искала ему антибиотики. Она очень много мест обошла, я помню, даже спрашивала у того стрёмного чувака. Кто там? Legend Girl. Это какая-то феечка. Блин, я хочу так же учиться рисовать. У меня есть собственный скетчбук, и я хочу рисовать так же. Всяких вот этих вот единорогов собачек, всяких феечек, деревья. Ты что, зомби? А, нет. Это ее подружка. Райли? Ее зовут Райли. Бедром ударилась. Ну, думать надо в такое время зомби изображать. Я думала, ты щелкун. Ну да, ржачно получилось. Шутка просто, шутка за 200. Извини, я не убьешь, правда? Даже до 300 не дотягивает. Мы с тобой не виделись. Уже даже не знаю сколько. 45 дней. Ну, по сути, 46. Интересно, где было? Разделили, что ли? Да. Все это время... Я думала, что ты погибла. А что случилось? Почему нужно думать, что она погибла? Вот. Смотри. Не может быть... Мояный значок? А, цикады, точно. Это цикада. Она в цикадах? Да, она в цикадах. Ралли. Офигеть, вот куда она пропала. Напряженный моментик. Так и висит. Что? Куда ты пошла? Не хочу, чтобы меня застукали с цикадой. Расслабься. На этом этаже ни одного солдата. На. Поздравляю. Эй. Девчачья обидка. Дуже. А что, не видно? Типа, кажется, что она очень дружелюб... Да. Порой эти нигеры такие странные. Это была не расистская шутка. Только давай переберемся в другое место. Уже почти утро, и у меня начнутся учения, на которых нас учат убивать цикад. Хватит. Надевай штаны и пошли. Я идиотка. А она училась вообще в школе для обычных детей или нет? Мы с тобой хоть раз попадались. Все бывает в первый раз. Особенно, если вы делаете что-то противозаконное. Блин, нифига там, короче, моменты скачут. Теперь опять нас к Джоэлу вернули. Черт. Йогурт-бар. Давно не ела эти замороженные йогурты. Вкусненькое что-то, кстати. Давай-ка повернись. А Элли никогда их так не поела и не поест. Господи. Насквозь пробила. О, бля. И даже кровь хлещет. Жесть. Блин, ну это не очень-то хорошая мера защиты, честно говоря. Я понимаю, я понимаю, что она обеззараживает все в силу своего восприятия, в силу своих возможностей. Казалось бы, чем ты еще можешь обеззаразить рану, кроме как не скотчем. А в этот момент мы, кстати, по-моему, даже отводили военных подальше от Джоэла. Нам сейчас придется опять бегать. Бинтики бы было неплохо. Мозоль. В Америке... Мозоль. Ты что, лошадь-то мозоль зовут? Бинтики в Америке, кто не знал, они, типа, заранее дезинфицированы. То есть, не как у нас обычная Марлечка в Рашке, да, а в Мадушке России. Простите, сейчас опять начнутся поклонники правильного произношения. Обещаю. Давай. The last of us left behind. Оставшееся позади. Тогда не оставшееся, а оставшееся. То есть, ну, типа, то, что мы не видели в оригинальной версии игроков. Что у него с ХП? Что-то... А, ну да, ей же врезали, типа, по морде, наверное, из-за этого ХП. И куда мне теперь? Я не знаю. Я не профи, честно говоря. Так, давай мы сначала с тобой все углы облазим. И посмотрим, какие ништяки имеются. Хоть какие-то точно найдутся, я тебе говорю. Я тебе говорю, учитывая, что мы играем еще не на большом уровне сложности. Главное, тут нет зомби. Хорошо, я просто чекаю теперь. Я вообще забыла, что существуют зомби в играх. Все это в последнее время я играю в довольно безобидные игрушки. Да, особенно Until Dawn. Такая безобидная игра. Я помню, прям, прям, вот, играю и думаю, точно. Здесь ничего не может произойти. Я чувствую себя в полной безопасности. Вообще, я привыкла к интерактивному кино, когда... Кино. Кино. Нормально, да, я сказала? У меня вообще русский 5. Русский 5, моя стихия. И я привыкла к интерактивному кино, когда ты бегаешь и не бегаешь. То есть, твои герои сами что-то делают. Ты лишь вовремя нажимаешь какие-либо кнопки и таким образом продвигаешься по игре. О, банкомат, слушай, может быть, можно что-нибудь снять там и купить себе пару йогуртов. Вот вообще обидно. Представляете, ребенком оказаться в ситуации, когда ты не можешь даже сраный йогурт поесть. Ну, обязательно сраный, нет. На самом деле, на сливочках йогурт очень вкусный. Добавить туда всякие печенки, допустим, крошку от пирожного брауни. Ммм, как вкусно, это же просто потрясающий момент. Так, и что, нам на второй этаж придется, судя по всему, идти, да? Ну, ладно. Давай, чуть-чуть быстрее ускоримся и попремся на второй этаж. Нам куда идти-то? Вот здесь? Или вот здесь? Думаю, нужно подняться сначала там, потому что это место выглядит более-менее неадекватно. Ну, то есть здесь не должно быть никаких вещей. А значит, здесь может быть какой-нибудь полезный лутец. Например, я бы не отказалась от аптечки. Если я найду аптечку, это будет очень приятно, потому что не может быть, что в торговом центре нету никого. Я уж молчу про солдат, которые нас преследуют. Здесь могут быть зомби. О, что там было написано? Ага, крекер. Так, крекеры даже. Блин, офигеть, сколько много приятных магазинчиков рядом находятся. Всякие крекеры, йогурт. Мороженое в последнее время стали делать либо слишком водянистым в магазинах, либо наоборот слишком... Черт. Это че? Или наоборот слишком... Какую нужно кнопку нажать? Нет, это не то. Во, вот эту. Точно. У нее тоже есть суперслуха, как у Джоэля. О, шикарно. Давай тогда будем лучше красой с тобой. Перезарядочки-то нет, да? Бедненько. Так вот, либо наоборот слишком жирным его ешь и прям... Ах, тошнить начинает. Фу. Пару раз уже я облизнул мороженое и понимаешь, что дальше жрать не особо-то хочется. Ух ты, красивая статуя сделана в классном месте. Не вижу никого. Даже не слышу. Куколки. Американ принцесс. А-а-а. Элли, давай возьмем одну с собой. О-о-о, треугольничек. Ничего здесь нету? Кирпич он, по-моему, лежит, да? Что такое? Л-3. Ой, не то. Л-3 это вот. Аптека Уэстона. То, что нужно. То, что нужно. Нам, по-моему, треугольник убрать, да? О, шикарно. Совет Л-3, ну-ка. Угу. Спасибо, классный совет. Я как будто бы не поняла. Мне как сказали, смотрите, здесь аптека. Я такая думаю, ну и что? Зачем мне нужна аптека? Удержите траекторию. Точнее, укажите траекторию, удерживая Л-2, да? По-моему, вот так. Это же можно... Господи, я думала, этот чел стоит и пялиться на нас. Я почему-то не сразу сообразила даже, что это обычный картонный человечек. Ну давай, скажи, что эти таблетки нужны. Какого хрена? Таблетки сожрали, а пузырек оставили? Ну... Да тьфу, действительно, что это люди прям вообще. Вон еще один чел стоит. Блин, меня пугают эти люди. Нельзя так делать, братишки. Зачем ты включила фонарь? Это может быть небезопасно. Выключи фонарь, выключи фонарь. Фонарь, фонарь, офни. Вот так. Ну конечно, все унесли. Ну конечно, ты почаще фонарь включай, и тогда тебя тоже унесут какие-нибудь маленькие гопники, которые вообще быстрые, знаете, со спины подкрадутся. Ты их будешь не ожидать. Да сколько можно, Эля? Хватит включать фонарь. Там юридишка. По-моему, это Dead Rising 2. Игра на PlayStation. Там вон видели, PlayStation игра точно. И тёлка это напугала меня. Сколько можно? Зачем столько ставить непонятных картобочек? Картобочек, коробочек. Прямо сейчас перелезем вот сюда. Попадыш. Оп, я же говорю, надо было перелезть. Ууу, нет, это что-то другое. Это ножницы. Где же Джонни? Что делать, Джонни? Ясненько. Значит, пойдем сюда, хорошо. Что ж такое? А шо такое? О, аптечка. Как мне туда попасть? Выбить стекло и перелезть. Не самый лучший способ, да? Нужен ключ. Нужен ключ. Братиш, у тебя нет ключа? Угу, спасибо. Я тоже думаю, что ты хорошо мне помог. Ууу. Близри фармацевт. Может, у него есть ключ? Спятил напал на меня, пришлось ему врезать. Он без сознания заперт в магазине Американской принцессы по соседству. Ага. Там еще кот от замка. Она сама запомнила, я надеюсь? Пожалуйста, ты можешь не включать свой фонарь? Твой фонарь это не самое лучшее, что можно придумать. Да хватит, сколько можно пугать меня? Вы что, блин, тут сговорились, что ли? Мне кажется, они телепортируются из угла в угол. Чтобы Евку напугать. Так. Если это были зомби. Вы помните, да? Она слышала их. Но вроде пока не здесь. Открываем, быстрей. Да, молодец. Напомнила сама. Хорошенька. Давай. Ну давай же. Ты силач, я верю в тебя. Ну, присаживайся. А, блин, тут споры хреновые. Черт, споры. Да, ты же этот фармацевт типа с ума сошел. Если собираетесь на меня напасть, лучше давайте сразу. А давай лучше будем молчать. Я думаю, что в такой ситуации, когда кто-то хочет на тебя напасть, как тебе кажется, нужно помалкивать в трубочку. Даже не в тряпочку. Есть кто? Не буду я включать фонарик. Ты что, дурак? Как ты сидит? Эх. Только не оживай, только не оживай. Пусто. Нож у тебя есть? Вроде видела нож. Да где же? О, ключ. О, выключи фонарь. Пожалуйста. Не разговаривай с ним. Блин, он же слышит. Зараза. Так. Ключ. Записка формат, сэфт. Я хочу посмотреть. Погнали. Фотки. Он такой симпатичный. Был его жена. Был его жена. Как бы ты сказала про Петю. Кто знает, кто он был. На самом деле, может быть, жена. Это все для прикрытия. На самом деле, он был, действительно, не той ориентацией. Вообще, классный магазин для кукол. Но немножко страшный. Вот это что за кукол. Вы бы купили такую своему ребенку? Я бы не за что, на самом деле. Зато я бы взяла... Не, эту футболку тоже не взяла бы. Уродская какая-то футболка. Колясочка. Такая была в детстве. Помню, 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 помню. Я в ней кота возила. Кошечку свою. Ну, вот эту вот. Алю. Она, честно говоря, была не в восторге, но мне приходилось ее заматывать, чтобы она не рыпалась и вести. А, черт. Так, я помню, да. Вер один. Я сейчас нажму. Для крафта, наверное, еще мало принадлежностей. Наверное, ничего не сможем сказать. Шикарно просто. Великолепная история. Новость точнее. Тихо, тихо, тихо. Найдим, надеюсь? Да, с кем он пришел-то вообще? Мы же только что недавно там были. О, наконец-то. Чш-чш-чш. Отойди. Хорошо, хорошо. Мы сможем уйти сейчас. И новый кирпич лежит. Они валятся там в крыше, что ли? Мне кажется, он недалеко ушел. Мне кажется, он нас пропалел. Нет. Он не пропалел. Но он же не сможет, в любом случае, перелезть под этой штукой, под аптекой. Спасибо, братиш. Я, кстати, нашла аптекаря. Это действительно помог мне. Направил меня на путь. И она буквально. Под воротами аптеки здесь у них не смогут пролезть? Нет. Какая классная аптечка, не правда ли? Шикарная. Столько приспособлений. Целый отряд нужно будет. Легче. Армейский вертолет. Как вовремя. Как хорошо, что в играх бывают такие моменты. Такой, типа, что ты ищешь? И вот тебе, пожалуйста. Армейский вертолет. Как надо, как вовремя. О, а я бы прошла мимо сейчас. Может быть, что-то скрафтить можно. Скрафтить. Нет, нельзя, нельзя. Нельзя, нельзя. Чиха, нельзя. Щелкун там ходит. Но если я привлекаю внимание, он же никак не пробежит. Я права? Как он может пробежать? Как? Они не умеют перегибаться. Они как тупые и бездари бегут. На звук. Красиво снежинки падают. Откуда? А, я думала, здесь потолок. Но нет. Пикси так. Назову так своего сына. Все-таки стоит попридержаться подальше от него. Мне вот дайте или сюда? Какая нахрен разница? Может быть, надо было сначала слева пройти, я бы там какой-нибудь ништяк нашла бы. Ништяки. Да, смотри, сколько много ништяков. Побольше набирай. Может быть, даже сейчас аптечку скрафтим. Нет, здесь больше ничего не лежит. Хорошо. Идем дальше. Здесь надо перелезть. А здесь ничего нету? Взять ничего нельзя? Здесь тоже можно перелезть. Мы полезли здесь тогда. Пойдем нестандартным путем. Когда идешь нестандартным путем, находишь больше вкусняшек. А больше вкусняшек, значит, больше здоровья. Лаки, ты бери, смотри. Я бы вот голубой, желтый, может взяла. Хотя нет, на самом деле, я столкнула в такой ситуации. Последнее, о чем бы я думала, это о том, каким сортам я накрасил собственные ногти. Учитывая, что я их... Он не встанет? Вроде нет. Что, я их в обычном-то положении? В житейском таком. Не крашу. Практически никогда. Бинты. Они гнилые довольно. Ты хочешь их для себя использовать. А как же Джоэл? То есть, ты маленькая и хитрая, тебя еще ни разу не поймали. Но ты все равно решила, что использовать бинты для себя, это лучшая идея. Записка из салона. Из салона? Старший уоррент офицера Ларри Колфилд сегодня днем пал смертью храбрых. Мы возвращались из кар... Алло. Назад давай. В гарантийной зоне, когда с пациентом случился припадок. Вероятно, он заразился через споры, потому что следов от окуса никто не видел. Пациент вырвался и бросился на пилота. Уоррент офицера Шона Брэндона. Вернует потерял правление, но офицер Колфилд продолжил борьбу с пациентом и тем самым спас нас. Мы потерпели крушение в Колорадо, в загородном торговом центре. Из отряда выжил только рядовой, офицер Колфилд и я. Пациенту удалось укусить офицера Колфилда в шею. Он немедленно указал на мой укус и согласился с тем, что должно последовать. Я предприняла предписанные протоколом меры, чтобы офицер не превратился до зараженного. Ой, зараженного, он успокоится с миром. Капитан, что это была за картиночка? У меня эти детские книжки. Как мило. Тут вроде не вижу я зубоков, можно не так переживать, не так бояться. Если что, я в крайнем случае присяду. А присяду. А присяду. Норис к нему. Ноги не сломай. Он молодец. Быстрее. Сюда. Как будто канистру с бензина перевернулся, зубок был. Ммм, они скрылись от патруля. Дерзкие девчонки. Ого. Еще бы чуть-чуть. А ты быстрая. Это круто. А ты негр. Спасибо. Вообще-то ты должна была быть быстрее меня. Ну давай, побежали. Типа, они же сейчас все выигрывают. Это опять была нервиская шутка. Как ты их нашла? Цикад? Да. Помнишь того парня, которого ты укусила и пушку забрала? Да, я его помню. Это Тревор. Короче, я его увидела на улице и решила за ним проследить. Он зашел в переулок, и там на меня набросились цикады. И утащили прямо к себе в логово. К Марлин. Страшным было? Да жути. Я думала, уж теперь-то она меня точно пристрелит. А она только спросила. Че так долго? Она меня ждала. И она сразу приняла тебя в цикады? Ну, типа того. Все, что было до этого, это, оказывается, проверка. Она испытывала мою преданность. Какую преданность. Она все впервые видела, девочка. Мне кажется, она очень неплохо ей поездила по мозгам, потому что она как раз маленькая. Потому что она девочка, легко внушаемая и тому подобное. Дети всегда пользуются. Ну так, мы ж молоды. Мы свежи, полны сил. Было бы нам по 50, но так быстро уже не бегали. Вообще... Тина, Бамбина. Это тот, узнаем, что дрюк? Они твои друзья. Но ты с ними общаешься? Ну, да. Зачем столько кроссовок кидать на диван? Это так странно. Чем больше кроссовок я нахожу, тем больше не понимаю, что делали эти люди. Ладно, там вазу перевернуть. Ведь странно, никто даже ни вазу не взял с собой. Ни спагетти, ни какие там сковородки. А на чём готовят спагетти, если бы не взяли с собой ни одну тару? В туалете? Туалет не может закипеть? Я, короче, не знаю. Что там написано? Роберт Де Ниро? Роберт was here. Ну, почти. Почти как Роберт Де Ниро. Оу, что это такое? Услышала уже голоса? О, ха-ха-ха. Ой, прости, не хотела обидеть твоих друзей. Так что? Ты поверила в их идеалы? Я не знаю, я поняла одну, я не солдат. Зачем тогда быть в цикадах, они же солдаты. Они, причём, кровожадные солдаты, им, по-моему, всё равно, кого убивать. Тридцать дней, ага. Люди заражаются каждый день, просто они это умело скрывают. Ты видела других заражённых? На обряде посвящения в цикады меня заставили убить. А, кого убить-то? Извини, я тебя не слушала. Ладно. Да я вообще-то не слушала тебя особо. Ну, видимо, зомбаков заставляли убивать. Зомбаков убивать не страшно. Зомбаков убивать полезно. Ты делаешь наш мир чищат. По тебе было сразу это заметно. Элли, перестань. Она хочет, чтобы ты сидела в этой дурацкой школе. Почему? А, она подружка эта. Да, подружка мамы Элли, я помню. Причём, очень даже неплохо. Я помню, как я потом с Марлим всё равно познакомлюсь. Чарльз Джонг. Пафосный костюм. Может. За динозавра я тебе всё прощу. Подожди, скоро увидишь. Ну, и мы это тоже, собственно, увидим. Всем большое спасибо, ребят, за просмотр. Всем пока-пока. И на этом заканчивается наша первая серия Left Behind. Надеюсь, вам понравилось. А если нет, то я всё равно буду проходить. Вот такая безысходность. Ещё раз пока. С вами была Ева. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»